друзья всем привет на моем канале алекс яськова меня зовут алекс кто первый раз меня смотрит я пишу свои видео из сша из калифорнии из оранж каунте я вышла в наш сквер возле дома записать вам видео посмотрите какой цвет заката вот на деревьях отражается солнце очень очень красиво и видео очень важно потому что у меня уже там тысячи вопросов задали на одну и ту же тему как снять первое жилье в америке в сша в калифорнии в том числе то есть как снять что для этого нужно какая вообще ситуация с жильем какие цены вот буквально только что прям шла записывать видео получила комментарий сколько стоит у вас квартиры у вас очень красиво да у нас очень красиво посмотрите вообще очень и очень красиво действительно это замечательное место я очень его полюбила и я впервые вообще настолько ну вот я просто восхищаюсь местом где мы живем это правда у нас сейчас немножко прохладно но вот в кофте нормально в принципе вот кофта зима вот зима февраль ты стоишь просто в ахлите класс очень здорово это тоже очень радует я сейчас попробую записывать видео об америке больше такими на полезные видео для вас обсуждать бытовые вопросы жилье школу вот то что именно нужно когда ты только сюда приезжаешь так вот друзья как снять первое жилье в америке какие есть варианты какие способы сейчас я вам все расскажу вы обязательно нажимаете лайк обязательно подписывайтесь кто первый раз меня смотрит и обязательно донать и внизу под видео есть paypal то есть каждый вас доллар 2 для меня очень важен потому что это будет развивать мой канал кстати хотела сказать если у вас есть личные вопросы мне в инстаграм пишет очень много людей то есть всегда каждый день человек по 10-12 я не успеваю отвечать потому что у меня двое детей у меня работа у меня вот надо создавать ролики боже мотоциклы гонят надо создавать вам ролики монтировать их по ночам очень много всего так что пожалуйста вы донать и пишите что вы сделали донат и тогда задавайте вопросы чтобы я могла хоть как-то компенсировать свое личное время вот это я хотела вас попросить потому что я просто не успеваю уже отвечать это правда потому чтобы от на ответ у меня занимает пару часов это очень много вот значит друзья по поводу жилья. Вначале я расскажу, как сняли мы его, а потом расскажу различные варианты, вообще, как это возможно, где искать и цены. Мы, когда приехали в США, мы договорились с нашими спонсорами по документам, и они нам первые пару месяцев очень сильно помогли. Они нам оплатили жилье на РНБ. Мы там полтора месяца жили, потом с РНБ мы уже искали апартаменты. Значит, на нашу семью положена квартира 2-bedroom. 2-beds, потому что в 1-beds только 3 человека, а 2-beds квартира, она может вмещать до 5 человек. Поэтому мы искали именно 2-beds. Если с частником можно договориться, там уже как-то, я потом сейчас расскажу об этом дальше, то если снимать именно в кондоминиуме, через вот кондоминиум, через комьюнити, как говорится, то тогда они смотрят, сколько человек проживает. Меня, кстати, интересовал вопрос. Часто вижу мексиканские семьи, например, живут в 2-beds человек 7. Как они это делают? Но мне лично сказали, что они живут там, допустим, по 10 лет, и они пока живут, они еще дальше, у них появляются дети, они остаются в этой квартире. Вот, кстати, у нас в кондоминиуме немецкая семья живет из Баварии, и у нас висит немецкий флаг. И эта семья, я спросила, они живут там уже 23 года, то есть они живут в одной и той же квартире, 23 года, у них двое детей, животные, и вот они все время живут, получается, арендуют вот этот вот 2-beds кондоминиум. Значит, далее, мы искали кондоминиум, искали за самую минимальную цену, мы смогли найти за 2 500 долларов в месяц. Это без коммунальных, это без страховки, это без обслуживания, получается, территории, вывоза мусора, воды и электрики. Отопление здесь, ну, не включается. То есть вот это вот все, у нас самая практически минимальная цена 2 500. Так, я смотрю на сайтах, вот где-то 2 700 минимально, в среднем это 3, 2-beds 3, 3,5, вот такие вот цены. Есть 4, есть выше. То есть вот в Irvine это где-то около 4-х 2-beds стоит. Это вот меня спрашивали, как раз вот показываю комментарий, только вы спрашивали по ценам. Друзья, цены можно посмотреть на сайтах, я внизу оставлю специально 4 сайта, где можно искать жилье. Причем один сайт Zillow, его все знают, а там вот еще 2-3 сайта, помимо Zillow, которые малоизвестны, и мы искали через них. Там больше предложений, но если вы с другой страны не можете попасть на эти сайты, это так, это действительно так, нужно использовать VPN. То есть вы обязательно тогда пользуйтесь VPN и через него заходите на эти сайты. Кстати, друзья, Zillow самый дорогой и, на мой взгляд, на нем меньше всего предложений. Поэтому мы искали не через Zillow. Поэтому я в описании внизу оставляю ссылку на PayPal, на донат и оставляю сайты, на которых вот стоит искать жилье. Но есть еще варианты, сейчас расскажу. Значит, вернемся к истории о нас. Мы искали через сайт, нам помогли наши спонсоры. Нашли мы эту квартиру. Вот за хорошие деньги, это действительно просто потрясающая цена. Но единственное, у нас полуторный санузел, потому что здесь часто 2Bets имеют два санузла. У нас полуторный. Но нам, в принципе, хватает. Для начала это супер. Просто у нас зато живой камин, fireplace, патио классно. У нас классная территория, то есть все отлично. Теперь, чтобы снять такой кондоминимум, чтобы нас туда пустили жить, мы сняли на 13 месяцев. Есть три варианта. То есть, первый вариант это показать свои доходы официальные, которые должны превышать стоимость аренды в 3 раза. То есть, мы должны официально зарабатывать минимум 7 500 тысяч долларов в месяц. У нас такой возможности не было, мы только приехали. Поэтому есть еще два варианта. Один вариант это иметь счет в банке на сумму 70 тысяч долларов. Вот такая была озвучена сумма. И так как у нас этого тоже, не было. Мы воспользовались третьим вариантом. Это поручитель. То есть, да, это самый такой вариант, который чаще всего используют украинцы, которые только приезжают в страну. И у тебя только вот сделаны документы. Кстати, документы обязательно нужно иметь американские. Поэтому кондоминимум я не слышала, чтобы можно было снять, допустим, откуда-то сидя в Украине или в Европе. Нужно действительно иметь документы. Там проверка происходит документов везде по-разному. Где-то в одном кондоминимуме это один день, а у нас это около двух недель длилось. Потому что отправляются по моему, или в Массачусетс, или куда-то, в какой-то штат. Там специально есть управление, которое проверяет, насколько ты вот, ну или твой поручитель, насколько он вот как бы нормального рейтинга, насколько он платежеспособен. Там хранятся архивы. То есть, нас проверяли около 10 дней-двух недель. Проверяли и нас, и нашего поручителя. И мы еще, чтобы нас проверяли, заполняли документ и оплачивали. Это около 500 долларов. То есть, чтобы запросить проверку в кондоминимуме, нужно оплатить около 500 долларов за то, чтобы вот проверили. И это не факт, что тебе еще разрешат. То есть, ты платишь за проверку. Это тоже вот, я не знаю, говорят и кто-то, я не слышала, но вот это вот такой момент, такой нюанс, который опять нужно знать. Вот. И я слышала, что в Ирвайне так же само, то есть, вот у меня друзья сейчас арендовали, они платили 500 долларов за проверку своих документов. Далее. Значит, есть ли поручитель? Вот, дети тут как раз катаются на великах. Мне очень нравится, что вот так вот катаются детвора на улицах. Классно. Велодорожки есть. Вот. Гуляют с собаками. Ладно, я отвлеклась. Теперь, друзья, если пользоваться поручителем, как мы, очень важный момент, что требуют обычно, чтобы зарплата официальная поручителя превышала в 4 раза аренду. То есть, если твоя личная зарплата, она в 3 раза, если поручитель, то в 4, потому что учитывается еще его собственная аренда. Ну, допустим, если. Следственно, это при нашей ситуации 10 тысяч. То есть, тот человек, который за нас поручился, он должен зарабатывать официально не менее 10 тысяч долларов. Это вот такие вот стандартные условия. Если ты хочешь снять в аренду себе жилье, именно официально, такой вот кондоминиум, там, с каким-то бассейном, сохраняемой территорией, с офисом, где лендвиз отдел там и подобное. То есть, вот именно вот такого плана жилье, которое очень распространено в США. Я сразу решила рассказать об этом, чтобы вы понимали вот эти вот нюансы. И об оплате проверки, и о трех вариантах поручения. Друзья, я хотела сказать вам о залоге. Залог стоил 700 долларов. То есть, при том, что ты подаешь документы о том, что есть поручительство, тебе не надо платить залог там за 3-4 месяца, а хватает именно небольшой суммы. Это обычно 600-700 долларов всего. И все. То есть, вот такая вот ситуация. Теперь далее, друзья. Если вы только приезжаете. Вот приезжаете, прилетаете из аэропорта. Кондоминиум можно снять, когда у вас уже есть документы. Есть CNN, есть вот оформленные, получается, в Америке документы. На это обычно уходит, ну, две недели где-то. Это точно. Вот у нас в Калифорнии нам сделали эти документы даже, может быть, до месяца. Потому что CNN нужно ждать. Вот мы ждали около двух недель. Потом, пока ты подал на это все, то есть до месяца. Допустим, у тебя нет родственников, тебе нужно куда-то с семьей перелететь. Значит, есть вариант заранее снять на РНБ квартиру. На месяц, на два, то есть на какое-то вот такое небольшое время. И за это время потом разобраться уже с постоянным. Перманент ли апартмент, постоянное жилье снять, когда будут документы. То есть первый вариант, конечно же, он стоит денег, потому что здесь снять на РНБ квартиру именно. Это тысячи три-четыре. Вот такую вот ту-бедрум. Но опять же, нужно смотреть все на сайтах. Можно снять комнату. Если у вас там два человека или один человек, очень удобно снять комнату и пожить в ней там пару месяцев, и потом искать себе квартиру, допустим. Потом, друзья, есть вариант, если у вас вообще не денег, и вы летите, и вам нужно где-то жить. Это шелтер. Да, вот как бы это такой вариант, который, конечно же, не сам идеальный. Это типа общежития. Но, тем не менее, то есть вы в Америке, у вас будет старт, у вас будет крыша над головой, и там еще есть организации, волонтеры, которые, возможно, вам помогут и поручиться за жилье. Я слышала, что такое бывает. Либо найти волонтера, у которого, возможно, вы сможете пожить дома. То есть я слышала много таких историй, когда люди приезжают в шелтер. Вот действительно, некуда больше. Обращаются в организации, и правда, им помогают найти какой-то вариант жилья. То есть что-то вот постепенно. Они устраиваются на работу, делают документы, и бывают подключаются волонтеры, и как-то уже вот у меня знакомую семью, волонтер пригласил пока пожить у него в доме, и помог с работой, там немножко помог. Это вот тоже такое бывает. Поэтому это не самый ужасный вариант. Не нужно его бояться, если у вас дети, если у вас цель, если как бы вариантов других нету. Друзья, далее, есть еще такой вариант, как снять квартиру или комнату участника. Можно искать через группы. Допустим, друзья, вы летите в какой-то определенный город, и вам нужно предварительно найти все группы в телеграммах, в фейсбуках, в инстаграммах. В основном, как вот я заметила, это телеграмм и фейсбук. И добавиться в эти группы, и поспрашивать, сделать объявление, что вы прилетаете тогда-то, тогда-то, вам нужна или квартира, или комната, в зависимости от того, там сколько у вас человек, сколько денег. Частники сдают без документов, то есть они сдают без кредитной истории, но они могут попросить предоплату. Частники могут попросить предоплату за 2-3 месяца. Конечно же, все как договориться. Но тут есть такой вот важный момент, что у них обычно дороже. То есть если та квартира стоит, допустим, там 2 800, частник захочет за нее там 3, 3 500, 3 300. То есть вот в среднем я квартиры смотрю по Orange County от частников. Есть предложение, допустим, 2 bedroom 3 300. Вот где-то такая цена. А так она стоит, когда минимуме, допустим, 2 800. То есть это плюс 500 долларов. И можно снять участника Украина русскоговорящего. С одной стороны, это дороже. С другой стороны, когда нет других вариантов, когда нет никаких документов, в первые даже полгода, год можно вот так делать. И есть тут мои знакомые, которые как раз именно так и начинали свой путь в Америке. То есть они снимали квартиру вот такого частника, переплачивали, пытались быстро зарабатывать деньги. И уже позже они переселились в кондоминимумы. То есть вот это еще такой вот важный вариант. Возьмите его на заметку. Вот. Это снять квартиру участника. Или, опять же, если у вас всего двое, это комната. И комната будет стоить от 900 долларов где-то до 1500. То есть, по сути, за 900, за 1000, за 1200 можно найти нормальную комнату со своим санузлом. То есть у них комната, это обязательно комната и санузел. В Америке это не только вот комната. Это комната плюс bathroom. Это bedroom плюс bathroom. Вот. Вот такая вот ситуация. Значит, по ценам сразу отвечаю. И по вариантам, как и где жить. Потому что это очень важный вопрос, который был для меня настолько важным. Я так переживала. Я сейчас постаралась, насколько я могу. Может быть, есть люди, которые в этом риэлторе, допустим, намного лучше разбираются. Я вам рассказываю, насколько я здесь вижу по себе, по знакомым. И вот, ну, как по такой вот обычной жизненной ситуации. Друзья, еще один вариант все-таки, который я недавно о нем узнала. О нем начали рассказывать в группах. И я так подумала, ой, интересно. И он может быть очень вам полезен. Значит, это IRNB. Он касается, то есть, когда вы первый месяц приезжаете на IRNB, точнее, вселяетесь, прилетаете. Вот IRNB можно заранее снять. И когда вы туда заселяетесь, вы живете там, допустим, этот месяц, который вы сняли по завышенной цене. IRNB обычно стоит на месяц дороже. Но я слышала такие моменты интересные, когда часто или сам хозяин, или люди предлагали, что они останутся еще на полгода, год. И просто он им немножечко уступит дешевле проживания. То есть, допустим, он же не будет каждый месяц заселять людей, платить вот эти вот какие-то там проценты, уборки и подобное. То есть, он может скинуть эти там в месяц 100, 200, 300, 400 долларов и сдать апартмент реально дешевле по цене, в принципе, рыночной, вот на обычный апартмент или еще дешевле. И в чем тут плюс для вас? Вы не платите за коммуналку сами. То есть, вам не нужно заключать договора, вам не нужно никакие там кредит-сторы, вам не нужно никакие подтверждения ваших доходов, то, чего у вас, допустим, может не быть первое время. А вы просто живете на R&B и не паритесь вообще. Поэтому этот вариант я слышала, что люди используют и очень-очень довольны. Вот таким вот вариантом они вот некоторые сравнили, что оказывается, что даже удобнее жить, чем вот снимать, как мы, кондоминимум. Я лично на себе его не проверяла, но я слышала несколько раз и читала, опять же, в группах. Поэтому я рассказываю, что это возможно. То есть, если вы прилетаете на R&B, вы можете попробовать поговорить вот с хозяином или заранее поговорить. И, возможно, человек согласится, и вы, допустим, там проживете, ну, полгода, по другой цене уже в следующие месяцы. А за полгода, может быть, у вас изменится ситуация с доходами, будет работа, будет лучший язык, будут документы, и вы снимете себе уже то, что нужно. Причем, друзья, еще очень важно осмотреться вокруг. Вы когда будете жить на R&B, и даже если вы его продлите, вы можете осмотреться рядом городки какие-то, районы, и выбрать вообще, возможно, другое место. Познакомиться с людьми, поездить, посмотреть все это. То есть, это очень крутой вариант, который тоже имейте в виду. Также хотела сказать, если у вас семья до 5 человек, это 2-bedroom квартира. Если 7-8 человек, 6-7-8, это либо 3-bedroom, их меньше, либо это townhouse, либо дом. То есть, вот этот еще момент, нужно учитывать количество людей. Вот, я еще раз повторю, что я ссылки оставлю на сайты по поиску жилья, именно сайты, которых так вот просто не найдешь, потому что все сдают один виллу. А есть еще пару классных сайтов, я их оставлю внизу в описании. То есть, перейдите, и через VPN можете посмотреть цены в интересующем вас месте, Америке, и заранее понимать вот эту ситуацию. Друзья, я напоследок еще скажу такой момент, что не раз слышала, что некоторые кондоминимумы сдают жилье очень просто. Такое бывает. Бывают, что проверки очень сильные, а бывают люди ищут, там 20-30 перерывают кондоминимумы в комьюнити, и находят жилье, где практически нет никаких сложных проверок, и нет проблем его арендовать, даже не будучи там устроенным на работу. Такое тоже бывает. Я слышала о том, что как-то решается этот вопрос, и люди все-таки находят вариант, где им поселиться. Хотела об этом сразу сказать, что не нужно унывать. Люди приезжают совершенно в разных ситуациях сложных, и те, кто упорно ищет, они узнают, общаются, узнают много в группах, знакомятся с людьми, и вот какие-то пути находятся все-таки. И все все равно с жильем, никто под мостом, слава богу, вот из моих знакомых не живет. Хотя мы в очень дорогом штате, и я сама, да, очень сильно переживала, переживаю бывает из-за этого. Но вот так вот. Поэтому, друзья, я надеюсь, что я, насколько смогла, рассказала вам ситуацию с жильем, с поиском первого вашего жилья, о том, куда все-таки ехать, как начинать этот путь. Для тех, кто действительно, как и мы, допустим, не знает, как и что будет. Мы лично очень благодарны людям, которые нам сделали вызов и помогли вот первые буквально там месяцы с жильем. Мы очень благодарны, потому что они нас встретили, и они нам сняли, арендовали R&B, вот. А перед этим мы жили у них неделю в доме. То есть они действительно нам очень сильно помогли. И я очень ценю, что вот у нас была такая помощь для нас с детьми. Это реально, это бесценно, это очень круто, и я им очень благодарна. Но если у вас вдруг такой ситуации нету, отчаиваться не нужно, потому что также знаю много случаев, очень много, когда люди едут сами, и действительно с небольшими деньгами, и вот пользуются каким-то из способов, который назвала я. Потому что я лично вижу здесь, что в Америке есть будущее, здесь прекрасная страна, где действуют законы все-таки, где можно получать образование, можно учиться, можно профессионально ставить цели и получать образование. Мы начали этот путь. Я в дальнейшем буду больше об этом тоже рассказывать, стараться. Поэтому я вижу, что даже если, как вот меня бабушка учила на латыни, омны, инициум, дефициты, ист, всякое начало трудное, да, начало трудное, но это путь, который я верю, что приведет реально, ну вот, ко всему, о чем мечтаешь, я в это верю. Поэтому вот я пытаюсь сделать видео полезными. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok